Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Я вышел в эфир чуть-чуть пораньше, сейчас 11.57, для того, чтобы все успели подключиться. И если вы уже здесь, то напишите в чатике. Напишите в чатике, как у вас дела. Видите ли вы меня, слышите ли вы меня? Так, подключается. Чат еще не обновился. Ну, сейчас подожду. Надеюсь, подключится. Так, да. Всем привет. Всем привет. Так, ну, давайте я за пределами, как бы за пределами, хотя нет, надо, чтобы все-таки все это слышали. За пределами не буду. Давайте тогда я за пределами нашего сегодняшнего занятия мастерскую немножко порекламирую. Те, кто сегодня присутствует, скажите, пожалуйста, кто из вас занимается писательским творчеством? Попродаю немножко. Кто занимается писательским творчеством, напишите в чате. Потому что, ну, я знаю, что здесь есть наш. Нет, вообще профессионально, непрофессионально, как угодно. Я знаю, что здесь просто есть наши ребята, кто в мастерской занимается. И есть те, кто пока еще не занимается в нашей сценарной мастерской. Есть такой вот Данила, наш студент. Вот, смотрите, на самом деле вот этот курс, да, практической магии, он в целом не, как бы, не, я его не считаю каким-то этим самым, типа, выходным жерлом воронки мастерской там и так далее. Нет, он абсолютно не для этого создан, да, скорее для какой-то такой моей психологической стабилизации. То есть я его больше для себя, на самом деле, веду эти три года уже. Ну и для того, чтобы некое, некую информацию, некие знания систематизировать. Ну и просто это прикольно. Да, так вот, дело вот в чем. Дело в том, что у меня есть такая мысль, что все люди, которые, вообще, на мой взгляд, ну это понятно, да, есть такое когнитивное искажение, да, мой предмет самый важный. Я считаю, что старителлинг – это самая важная компетенция. И чем бы вы ни занимались, кто вы есть, экономист, торолог, коуч, психолог, лесоруб, да, вот чем бы вы ни занимались, То есть если вы владеете старителлингом, если вы умеете рассказывать историю, если вы понимаете, как это работает, вы будете гораздо более эффективны, чем кто бы то ни было вокруг. Почему? Потому что мы рассказываем историю в первую очередь себе, да, то есть мы себе рассказываем какую-то историю о себе, да. И если человек не понимает, как устроена история, да, не понимает, как она работает, он не понимает, он чаще всего проживает чужую историю. То есть если вы не умеете сами рассказывать историю себе, то вы живете какую-то жизнь, которую вам рассказывают другие. Как, условно говоря, в Советском Союзе, да, очень многим из нас там очень сильная была такая внешняя история, да, и мы по большей части проживали жизнь, которую нам рассказывали другие люди, проживали чужие сценарии, которые нам навязывали. Вот, и очень мало, мало кто умел это понимал и этому умел сопротивляться. И вот сейчас этого, на мой взгляд, сейчас вообще как это самый главный такой тренд на многополярность, да, и мы видим, с одной стороны идет какая-то такая мощная диктатура, причем я сейчас не о политике говорю, она идет везде. Она идет во всех странах, и в тех странах, которые себя позиционируют как демократические, и в тех странах, которые позиционируют, что называется, как авторитарные. Вот везде идет такая мощная диктатура, идет мощный контроль за личностью. И с другой стороны идет встречное движение, да, личности, как вода дырочку найдет, ищут способ уходить от этого влияния, уходить от этой истории, которую нам рассказывают. И он, и это будет всегда, то есть это никогда не закончится, это такая вечная битва. И вот люди, которые понимают, как работает история, они слышат и видят, вот сейчас мне рассказывают историю, да, то есть как бы я должен, могу эту историю либо принять, либо я сейчас вам тоже рассказываю какую-то историю, опять же, вы вправе ее либо принять, либо отказаться от нее. Вот, и я это не сразу понял, естественно, да, и когда я это понял, ну, как-то очень быстро все в моей жизни стало меняться, да, то есть начал уклоняться от этих вот входящих историй и начал какой-то вот это Паллистеру Кроули, что называется, творить свою волю, да, то есть появилась возможность творить свою волю. И если вы занимаетесь творчеством, я думаю, что на мой, я все время как бы оговариваюсь, да, что это мое мнение, я так думаю, могут быть другие мнения по этому поводу. И вот я думаю, что нужно понимать, как работает кино, как работает телевидение, как работают компьютерные игры, как работают романы, да, то есть вот как работает весь этот нарратив, который на нас обрушивается сейчас. Мы первое поколение, мы самое насмотренное поколение в мире, мы самое начитанное поколение в мире за всю историю человечества. Никогда человечество не читало такое большое количество текстов, да, даже если вы книг не читаете, вы читаете блоги, вы читаете новости. И мы смотрим огромное количество контента. И это, естественно, на нас влияет. И вот эти изменения, они произошли настолько быстро, буквально за последние 30 лет, что мы просто не успели приспособиться. И понимание того, как работает стритейлинг, оно делает вас более эффективно. Ну и плюс к этому всему, к чему я сейчас подведу, оффер, дедлайн, призыв к действию. То, что у нас сейчас как раз идет наборный сериальный курс, если вы еще этим хотите и деньги зарабатывать, то единственный способ зарабатывать по-настоящему большие деньги, по-настоящему большие. Да, вот все, что вы считаете большими деньгами, это даже рядом не валялось с настоящими большими деньгами, которые можно зарабатывать сценариями. Вот это на сериальном курсе, на который как раз сейчас идет набор. А то, что есть запрос, я постоянно получаю запросы. Шлите, 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 шлите заявки, шлите пилоты. Вот на такую тему, на такую тему, на такую тему. Голод сценарный огромный. Вот и оно появляется, да, вот сейчас появляется какое-то окно возможностей для того, чтобы со стороны люди могли войти. Эта индустрия, она приоткрывается второй раз за последние 20-30 лет. То есть один раз это когда я входил, там начало нулевых, когда был бурный рост телевидения и кино. И сейчас происходит то же самое. В связи с известными событиями освободился огромный рынок, убрали весь Голливуд, очистили все это, очистили производство. И сейчас нужно огромное количество контента. Денег немерено вливается в это дело. То есть, ну, денег на рынке очень много. Деньги дурные, реально дурные. Вот. И проектов запускается просто невероятное количество. Если интересно, найдите какой-нибудь бюллетеньки на прокатчика и посмотрите, сколько наименований выходит ежегодно. Да, хотя бы на кинотеатр.ру. Посмотрите, сколько наименований фильмов, сериалов выходит сегодня. Намного больше, намного больше, чем где бы то ни было. Вот. Поэтому я, да, вот хороший вопрос, Ксения пишет. Если, в принципе, интересует старителлинг, то курс сценарий сериала поможет в этом? Да, конечно. Конечно. Я именно с него... У нас был просто базовый сценарный курс в сентябре, октябре, ноябре. Раньше. 8 лет подряд. Вот. А сейчас я его закрыл. Почему? Потому что люди уже базовый какой-то уровень старителлинга, люди им уже овладели. Вот. И людям уже не надо какие-то вот эти азы объяснять, как правило. Поэтому мы сейчас именно сценарный курс начинаем с сериального курса. Вот как раз на который сейчас идет набор. Вот. И я понимаю, что на самом деле старителлинг нужен всем, да, тем, кто там продает в интернете, психологам там и так далее, и так далее, да. И, наверное, проще было бы сделать просто курс старителлинг для, условно говоря, психологов. И учить там посты писать там, еще что-то там и так далее, и так далее, да. Но дело в том, что если я вас буду учить писать посты, вы будете уметь писать только посты, да. А если я учу писать сценарии, люди умеют писать и сценарии, и посты, и все на свете. Потому что фундамент там. То есть я учу чистому старителлингу. И если вы его осваиваете, если вы понимаете, как это работает, вот, а он сейчас на самом высочайшем уровне, опять же, за всю историю человечества. То есть сегодняшний сериальный нарратив – это высший нарратив за всю историю человечества. Сегодняшние сериальные сценаристы, условно говоря, если взять какой-нибудь... Я понимаю, что это так звучит, да, какой-то... Особенно, когда человек уверенно начинает что-то рассказывать, ему сразу же хочется возразить, сказать, да ты чокнулся, молчанок. Условно говоря, сериал «Наследники» – это лучше, чем Шекспир. Это сложнее, чем Шекспир. Это интереснее, чем Шекспир. Ну, я могу это судить, потому что я там параллельно читал сценарии «Наследников» последнего сезона, решил прочитать глазами, вот, и перечитываю пьесы Шекспира. Ну, да, конечно, есть у Шекспира, есть там 4-5 пьес, которые вот ни с чем нельзя сравнить. Но остальное, ну, ну, хороший-хороший такой, средний-средневековый, средневековая драматургия, почти на уровне Филиппа Марлоу. Вот. Сегодня настолько это, настолько сложно, настолько виртуозно, настолько круто это делают. И мы видим, что силой стритайлинга можно вот просто стены двигать, можно людей в чем угодно убедить, потому что черное – это белое, белое – это синие и так далее, и так далее. Поэтому вот надо это дело осваивать. Окей, все, я немножко, немножко как-то это самое, время потянул и даже больше, чем планировал. Так что приходите, приходите в мастерскую и курс, это самый крутой курс по обучению сериальным мастерству, какой только есть на рынке. То есть это не то, что там круче всех, да, а это просто, ну, другое, другое измерение. Даже близко ничего похожего нет. Так, хорошо, ребят, значит, смотрите, у нас неделька с вами выдалась та еще, мягко говоря. Я неделю отсутствовал, был в поездке, и поэтому выложил, предыдущий урок у нас выходил в записи, вот сейчас мы снова выходим в, снова выхожу в прямой эфир, и дальше мы будем, надеюсь, надеюсь, до конца буду в прямом эфире вести уроки. И, ну, произошло то, что произошло за эту неделю, и есть полное ощущение, хотя казалось, что, в общем, и так уже все катится в тартарары, вот, и как бы, и все стало еще хуже, вот. И очевидно, что вот это все стало еще хуже, оно дальше будет, это еще только начало ухудшения, что дальше будет еще хуже. То есть никаких абсолютно, так, год радости, да, успокаиваю вас, да, никаких, скажем так, просветов пока не просматривается, вот, и, если честно, да, я вижу, очень многие, даже психологи, я вижу такую, они как-то это все очень сильно, не то, что принимают в себя, да, они в себя принимают и отправляют прямиком в своих клиентов, в свою аудиторию. в свою паству, да, я не могу жить, я не могу дышать, вот, и вы тоже не дышите, и вы тоже не, не могите. На мой взгляд, это не очень правильно, и я хочу, у меня есть свое мнение по этому поводу, вот, и я хочу с вами посоветоваться, я хочу спросить у вас, что вы по этому поводу думаете. вот, когда в мире, вот, мы с вами, да, занимаемся годом радости, да, и казалось бы, что, ну, блин, надо, наверное, останавливать год радости, потому что что-то совсем не до радости. вот, но я считаю, что именно, как, именно, как бы сейчас и надо понять, как можно радоваться, когда в мире происходит полный капец. А что вы по этому поводу думаете? Все что угодно. Этично ли это? Этично ли радоваться, когда в мире происходит капец? если да, то как, если да, то чему, да, или если там беда, да, значит, мы все должны горевать, или если беда, а мы радуемся, да, мы кого-то обидим этим. Вот что вы по этому поводу думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях, мы обсудим. Хуже в смысле политповестки. Ну, я думаю, что здесь уже даже не о политповестке идет речь, потому что очевидно, что это, как бы, ну, аватарками в фейсбуке это не закончится. Так, и это тоже пройдет. В мире всегда происходит полный капец. Это так, это действительно так. Да, то есть есть что-то, что находится в нашем поле зрения, да, и мы видим, наш фокус внимания переводят куда-то и говорят, вот здесь сейчас происходит полный капец, да, а рядом там, не знаю, в Эфиопии сейчас самая кровопролитная война сейчас происходит в Эфиопии, о которой вообще никто ничего не знает. То есть просто никакого сравнения там с нашими с вами делами. В Йемене происходит там вторая по кровопролитности ситуация, да, мы тоже об этом вообще ничего не знаем. Так, и это тоже пройдет. В мире всегда происходит полный капец. Надо держаться любыми способами и радоваться всему возможному. Маленькие радости есть всегда. Этично радоваться, когда в мире где-то капец. В мире постоянно капец, если не радоваться, то впору в простыню и на кладбище. Еще не полный капец, вот я с этим согласен, что еще. Хуже не будет, да, сказал пессимист. Будет, будет, сказал оптимист. У меня уже какой-то нервный смех какой-то по этому поводу. Так, я думаю, это очень важно, радоваться, когда внешние обстоятельства не располагают к веселью. Это способ что-то изменить к лучшему. Да, горевать смыслом нет. Капец пройдет, радость останется. Согласен с этим. Радоваться надо тому, что с тобой. Праздновать надо праздники. Тоже с этим согласен. Не обязательно этично, не только этично, а нужно обязательно. Человек в радости более силен и может помочь тем, кто в беде. Тоже с этим согласен. Так, ой-ой-ой, чуть я как-то. Так. Поддерживать себя важно, чтобы не было и свое окружение. Думаю, что этот курс год радости – это прям спасение дворик радости. Да, так он так и задумывался. Так, радоваться можно и нужно всегда. Думаю, что как раз радость противостоит жестокости и злу. Надо как-то стараться настраиваться на гармонию и радость внутри себя. Если каждый так сделает, это повлияет на общую обстановку в лучшую сторону. Я согласен с этим. Да, что если действительно один настроился на гармонию на свет, второй настроился, мы тем самым пространство вокруг себя тоже гармонизируем. А если мы бегаем с горящей головой и другие головы поджигаем, ну никому от этого лучше не становится. Страшное дело происходит, а жить надо. А они там сами разберутся. Ну, да. Радоваться нужно всегда, я не могу повлиять на события в мире, поэтому живу своей жизнью. Именно сейчас важно уметь радоваться и поддерживать тем, кому плохо. Вообще надо поле поддерживать радостью, а не упадническими настроениями. Да, вот я согласен с этим. Этично радоваться, необходимо радоваться, уныние грех, благодарить еще, но это высший пилотаж. Так, я разделяю эти вещи, осознавать текущие события, понимать их. Важно сделать все, что от меня зависит. Это одна история. Мои внутренние состояния, это другая история. Кому помогут мои страдания? Очевидно, никому. Тогда не зачем, чтобы... Что-то у меня с места, но это странно. Радостно, ресурсно. Я могу сделать больше. Да. Это не то, что мы радуемся тому, что происходит в мире. Да. Да. Мы же не бедежью чужой радуемся. Я вот этого, кстати, вообще не понимаю. Что реально есть люди, которые радуются этому. Именно радуются тому, что кому-то плохо. Этого я никак не могу понять. Если у нас внутри радости, мы ее излучаем в мир, он станет лучше. Даже если весь мир вдруг срушится будет, надо находиться в покое и радости. Радость – это присутствие Бога. В мире каждый день во все времена капец. Можно ложиться помирать, если не радоваться собственной жизни. Да, вот, кстати, Ольга пишет. Рожденные в 70-х много уже на своем веку повидали и пережили. Я как раз с 74-го года рождения. Вот. Пе уже было. Даже у Ивана Денисовича были радости. А уж нам-то... Вот, кстати, я его вспоминаю. Да. Как раз этот рассказ вспоминаю. Наше занятие – это психотерапевтический способ противодействия обстоятельств. Согласен с этим. Радоваться без условий настоящей радости причина не нужна. Надо учиться этому. Так надо жить. Да, надо жить. Вас цитирую. Это всегда происходит в мире во всей эпохе. Совершенно верно. Мы должны поддерживать это как огонек в фильме про Прометея. Когда боги разметали огонь, а двое человек сохранили один лепесток огня, и из него снова развели огонь. Прошу прощения за сумму Бога. Да, радоваться нужно. Это не должно быть зубоскальство. Вот я это как раз подчеркиваю, что это не должно быть такое ха-ха-ха, у них плохо. У них все плохо, у нас все хорошо. Нет. У них все плохо, значит, мы должны сделать все, что мы можем для того, чтобы у них было лучше под чем-то, чем-то помогать. Но это не значит, что мы должны тоже завернуться в простыню и ползти на кладбище. Да, я думаю, что если я создаю радость внутри себя, и семье моей становится лучше. И так этот круг радости расходится. Мне кажется, еще вот что, что идет какое-то давление, такое очень сильное, да, именно в том смысле, вы должны чувствовать себя плохо, вы должны, вы не можете жить, вы должны там умереть все. Вот есть в этом смысле такое давление. Вот от этого надо противостоять, этого надо избегать. И людей, которые это распространяют, это тоже надо избегать. Я, если честно, я никому ничего не объясняю, но у меня, если я вижу, что кто-то из моих знакомых начинает это делать, да, я просто прекращаю общение. Придешь в себя, поговорим. Так, возлюби другого, как самого себя, начинается с возлюби себя. Тоже согласен с этим. Бесам нужна наша вовлеченность в отчаяние и негатив. Согласен с этим. Создавать вокруг себя территорию радости, не усугублять негатив. Радоваться жизни, праздновать жизнь. Если есть возможность посильно помогать и молиться. Да, совсем согласен, абсолютно, друзья мои. Вот. И в этой связи, друзья, я и к нашим баранам вернусь, к тому, чем мы с вами занимаемся. Я вас очень прошу тоже внимательно следить за тем, что вы делаете здесь, на этом тренинге. Потому что вот я утром тоже там, да, так же, как и вы, да, я пощу свою фотку, да, для меня тоже это усилие, да, то есть мне не всегда хочется улыбаться с утра, когда я просыпаюсь, да, особенно еще как бы встать-встал, проснуться забыл. Вот. И это тоже работа над собой, да, то есть надо же не просто гримасу изобразить, да, надо настроиться. Вот. И это и есть самое главное, вот этот процесс перенастройки. Я потом пощу фотку и дальше ваши смотрю улыбки утренние, да, лайкаю. Вот. И это участие в создании поля, да, то есть я внес свой вклад, да, вложился своей улыбкой, своей эмоциональной энергией какой-то. И дальше я, у нас происходит обмен, и дальше я от вас беру что-то, да, вашу энергию беру, нас, и вот от этого обмена этой энергии становится больше, да, то есть мы ее не растрачиваем. А как бы приумножаем, поэтому делайте, пожалуйста, это, да, пишите отчеты, постите фотки, создавайте участие, участвуйте в создании поля. Не будьте халявщиками, потому что я знаю, что есть такие люди, которые там вот пришли, да, зарядились и дальше пошли, а сами никак не участвуют. Вот. Дальше, следующий момент. Вот начинается тоже, как бы мы с вами о правилах, о некоторых договорились здесь, да, о том, по каким правилам мы здесь существуем. И вот уже как бы накопилось несколько таких каких-то моментов, о которых мне хочется сказать, да, например, когда начинается какое-то обесценивание. Вот я записал урок в этот раз из-за того, что был в поездке. Естественно, там в прямом эфире я, мне сложнее себя контролировать, да, Остапа несет, да, как мне не остановить поющего Кобзона, да, так не остановить ведущего вебинара Молчанова. А в записи другая, другая энергия, другое какое-то самое, да, я быстро по конспекту рассказал, получилось 37 минут, да, не полтора часа, как обычно. И вот мне кто-то пишет в комментах, да, что-то сегодня только 37 минут. Ну, ребят, мне это обидно, честно говоря, слышать. Ну, как бы, если вам мало, ну, окей, давайте я вам верну деньги, которые вы заплатили за этот вебинар. То есть, ну, мне реально обидно. Зачем вы мои усилия обесцениваете? Вот, дальше начинаются какие-то продажи в комментах тоже. Причем, ну, не просто там ссылкой, там, придите ко мне на консультацию, а начинается там стрит-теллинг какой-то. Да, вот девочки у меня на консультацию приходят, тоже там обязательно надо идти на консультацию, самим не справиться. Ребят, ну, вот этот гнилой инфо-цыганский базар я, как бы, выкупаю на раз-два. Поэтому, ну, никто не убивает, в этом подвале никто не убивает людей, кроме Зеда. Да, соответственно, на этом вебинаре никто ничего не продает, кроме меня. Да, поэтому давайте, чтобы, ну, мне вас банить не приходилось, давайте как-то не делать этого. Вот, и не надо меня дополнять. То есть, если вы думаете, что я про что-то рассказываю и не упомянул еще вот об этом, и вот об этом, и вот об этом, опять же, я об этом вас предупреждал, да, что если вы думаете, что вы добавите это, вы увеличите ценность, на самом деле нет. Да, скорее всего, я про это знаю, но по какой-то причине я решил об этом не говорить. Потому что для того, чтобы сосредоточить внимание на чем-то другом. Поэтому вот тоже не надо этого делать. Я тоже хочу получать здесь радость. Вы получаете радость, я хочу получать здесь радость. Но при этом я точно не позволю садиться мне на шею. Да, то, что здесь мы занимаемся радостью, не значит, что это можно и делать за чужой счет. Вот. Всех люблю, все хорошие, но вот просто как-то надеюсь, что мы к этой теме больше возвращаться не будем. Понятно ли это? Если понятно, напишите в чате, если есть какие-то вопросы по этим замечаниям, напишите в чате. Да, ладно, мы все знаем, что вдохнем, от этого интереснее. Ну, сдохнем или перейдем в другое состояние, смотря как. Опять же, смотря какую историю вы себе рассказываете о том, что будет с вами потом. Да, вот Сеня пишет. Вижу принуждение к какой-то коллективному гореванию. Всемирный психоз наводят через СМИ. И это чем дальше, тем это виднее. Да, как в театре зрители возвращают актерам энергию, вниманием и аплодисменты. Да, есть, хорошо, ребят, я просто как бы тоже не хочу этот, и этот не хочу в какой-то негатив переводить. Вот, но реально мне это мешает, честно говоря. Так, хорошо, сегодня мы с вами непростая тема. Я на эту тему уже, я ее поднимал раньше, и те, кто на практической магии был, мы там частично то, что я сегодня буду говорить, вам будет знакомо. А частично нет, потому что я ее попробую сегодня немножечко, немножко с другого конца подойти к этой теме. Вот мы с вами говорили о цели. Мы с вами ставили цель на год, мы ставили цель на жизнь. Да, и я считаю, что должна быть целью жизни. То есть, все эти у самурая нет цели, только путь, да, то есть, если нет цели, то и пути нет на самом деле. Да, даже если вы думаете, что у вас есть путь, да, то если у вас нет цели, то какая разница, куда вы идете, и идете ли вы вообще. И если нет главной цели, вы не понимаете, а про что вообще жить. Это как принимать решение, да, мы решение как принимаем? Мы решение принимаем в зависимости от цели вашей жизни, да, то есть это действие приближает к цели и удаляет. Если приближает, мы там принимаем решение, если не приближает, то не приближает. но помимо этого да то есть я думаю что есть какие-то моменты когда надо все отодвигать и заниматься только одной целью вот цель и все что я делаю да она подчинена одной цели и есть такие моменты когда например ну что-то решается важная вещь решается там не знаю я вам рассказывал да когда у меня цель была выиграть олимпиаду областную олимпиаду по литературе для чего для того чтобы поступить в университет потому что это на тот момент это была главная ставка то есть ну у меня других вариантов не было либо я поступаю в университет либо жизнь закончена на самом деле варианты конечно были да но в тот момент я их не видел для себя мозги тысяч 16 лет парни и соответственно все отодвигалась и все мои действия были подчинены одной единственной цели выиграть эту олимпиаду я ее выиграл и периодически да такие вещи возникают но это не всегда так то есть не всегда у нас наша условно годовая цель эта цель в которую нужно все нужно бросить и заниматься только одной этой цели бывает так то вам понятно цель вашей жизни вам понятно цель ваша годовая вы спокойно к ней идете к этой цели вы тратите на нее какое-то время в день до допустим два часа в день я трачу на достижение этой цели опять же там скажем когда я решил стать сценаристом да я особенно там когда богите учился да там вообще все было подчинено это то есть сценарии лекции чтение все было подчинено этой там в течение двух лет это было почти но подчинено этой цели также как мастерскую открывал тоже все было отодвинуто все только мастерская вот потом дальше мы немножко успокаиваемся и он и мы понимаем допустим в течение дня я там два часа трачу на достижение основной цели и у меня освобождается время и внимание на то чтобы делать что-то еще вот давайте так сейчас мы давайте сначала попробуем определить в какой из этих ситуаций находитесь вы то есть такая ли у вас ситуация что у вас сейчас есть одна главная цель и вы больше ничего не видите другого и вы все делаете ради цели 24 часа в сутки вы занимаетесь одной целью либо вы в ситуации когда цель понятно она там за год ее не достичь да надо там лет десять вот и вы спокойно тратя час в день к этой цели движитесь и у вас есть время на то чтобы потратить поставить еще какие-то дополнительные цели вот какая у вас сейчас ситуация то есть ну понятно да что если одна цель значит вы близки к какому-то повороту жизненную повороту да то есть например там собираетесь переехать куда-то или переехали куда-то да и понятно что там все цели они направлены на то чтобы там обустроиться либо вы меняете профессию опять же все цели на все все действия направлены на то чтобы делать что-то с что-то с этой целью связано так цель жизни может быть не сдохнуть продолжится в текстах проектах детях ну это размытое а как вы поймете что вы продолжились ну как бы как вы поймете что вы достигли цели так цель понятно идут и потихоньку есть доп цели тогда есть настолько утомляет иногда беру паузу ничего не делаю возвращаюсь то есть понятно да разница да если вы находитесь на грани жизненного поворота и либо близки к нему либо проходите сейчас этот поворот либо только что прошли его у вас все на одной цели вы ни на что марафоны не бегаете книги по искусству не читаете да все только одна одна вещь так цель понятно второй не тороплюсь вот у всех я вижу что там 50 на 50 у кого-то так у кого-то не так у кого-то так у кого-то эдак и что дальше значит есть такое понятие фоновой цели я про это понятие впервые я не знаю кто оригинальный автор я услышал это понятие вот андрея парабеллова много-много лет назад лет 10 назад то это значит да что мы ставим какую-то основную цель если мы все то есть вы невозможно работать над одной целью долгое время да то есть да можно скажем когда я открывал мастерскую я обнаружил вдруг неожиданно для себя обнаружил что это бизнес что это маркетинг мне было 40 лет ровно 9 лет назад и как вы понимаете да человек который всю жизнь занимался творчеством занимался искусством знания в бизнесе отрицательный то есть ну как любому виду бизнеса маркетинга экономики да я испытывал величайшее презрение тут вдруг я понял что я должен это изучить вот и как это делать ну у меня стратегия простая надо читать книги я прочитал за первый год существования мастерской я прочитал 700 книг по бизнесу за второй год 500 книг про бизнесу да то есть я прочитал все основные книги по бизнесу по маркетингу по стратегии там так далее да то есть все что надо плюс прошел там кучу разных кучу курсов всяких прошу включает того чтобы прослушал курс лекции по mba за там типа ну за два года да но в такой в таком режиме невозможно жить постоянно да то есть вы как бы одно время вы работаете 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 потом просто вы начинаете подыхать вот и для того чтобы вернуть жизнь просто ну происходит выгорание а для того чтобы жизнь заиграла красками нужно добавлять фоновые цель что может быть этими фоновыми целями что-то в стороне и даже если вы посмотрите там не знаю на академика любящего да с которым там у меня сложные отношения да и книга гранина это удивительная жизнь значит он будучи там всю жизнь сосредоточены на своей основной цели до периодически выходил в сторону и писал статьи про платона про там историю какую-то про философию да то есть он потому что ну невозможно жить все время в режиме работы над одной целью это могут быть путешествия это могут быть какие-то романтические отношения это могут быть какие-то цели связанные с детьми и вообще с другими людьми это могут быть какие-то спортивные цели это могут быть цели там не знаю прочитать книги какие-то пройти курсы каким по искусству может быть создать какие-то произведения искусства условно записать альбом нарисовать картину написать картин сделать что-то еще а вот и пробелом как бы у него подход такой был всегда максималистки да вот он считал что надо там по 50 целей фоновых ставить на год себе я не не уверен что это так я не уверен что 50 целей надо ставить сейчас объясню почему вот я думаю что несколько до 5 6 7 там до 10 да ну плюс-минус около пяти целей вот есть основная цель да вот сейчас у нас например там ну неожиданно у нас совсем другие цели были совсем другие задачи были но сейчас наша мастерская за эти там два года просто отброшены назад в силу обстоятельств да то есть у нас мы там уверенно шли набирали там была цель миллион подписчиков фейсбуке мы уверенно к этой цели шли понятно было там сколько денег вкладывать как действовать мы дошли до двухсот семидесяти пяти тысяч то есть треть задачи была выполнена и в общем там еще год-два и мы бы миллиона миллиона достигла сейчас все то есть ну соцсеть умерла аудитория оттуда ушла и наши 270 сейчас сколько там 273 тысячи подписчиков я смотрю охват 50 тысяч в месяц до вконтакте там подписчиков меньше охват кратно больше вот поэтому соответственно да мы заново вынуждены набирать аудиторию переводить подписчиков оттуда сюда да то есть как то вот здесь заново растить какой-то мир вот и главная цель сейчас набор подписчиков здесь не знаю наберем ли мы миллион вконтакте ну по крайней мере до 1200 300 надо набрать вот эта цель глава потому что иначе мастерская просто перестанет существовать без без притока аудитории а вот но помимо этого есть фоновая цель и я хочу увидеть давние давние у меня мысль есть да я занимаюсь спортом бегаю качаюсь и так далее вот мне на следующем следующем году мне исполнится 50 лет 7 марта 2024 года и я хочу увидеть кубики на животе пока пока их нет вот поставил себе такую цель это фоновая цель если я ее не достигну ну как бы большой беды не будет если достигну прикольно вот вопрос есть ли у вас фоновые цели такие если есть напишите если не секретную то напишите какие так драдомира мальтина пишет мучительно если расценивается рассеивается энергия намного не нужно сейчас я я понимаю вашу мысль сейчас я объясню что что я имею ввиду и почему вот это как бы мы с вами только в начале пути сейчас сконцентрировалась на единой цели освоение новой профессии все равно даже если вы на единственной цели вам все равно все равно послушайте я объясню что вам это тоже будет полезно да за горящий забросила фоном есть стать продюсером короткометражки у новые цели есть я там вам свое рассказал а вы секретничайте принять участие в лыжных соревнованиях это зимой впервые жизнь там прыгнуть с парашютом например да вот что такое да то есть ну как бы большой беды не будет если вы ее не достиг я вам кстати расскажу о своих недостигнутых целях тоже нормально так параллельные цели дети тело привести в идеальное для меня состояние хочу повысить уровень английского и взяться за итальянский просто хотелка да вот кстати вот то что мы с вами говорили помните до цели задачи хотелки вот это может вот эти фоновые цели это могут быть хотелки то есть вот вполне вполне себе да то есть если вы можете себе позволить помните я вам про часы рассказываю никому на хрен не всем плевать на то какие у меня часы вот захотелось мне часы за миллион рублей да вот я купил эти часы походил ну окей хорошо закрыл хотелку хочется создать коллекцию платьев или аксессуаров так возобновить английский начать рисовать карандашом вспомнить игру на баяне почему я хочу чтобы вы написали даже вы посмотрели на другие на чужие цели так за запланировала бездрожжевой детокс бросить курить есть связано с занятиями спорта писать сценарий полнометражного фильма фоновая цель а вы у нас на я вот анна вижу просто знакомая фамилия вы у нас вроде учились в мастерской а на полном метре вы не учились если нет так идите на полный метр там напишите я помню что вы на романе у нас точно учились так хочу три раза в зал так набрать мышечную массу 5 найти квартиру чтобы переехать научиться хорошо играть на варгане прикольно кстати прикольный инструмент я тоже хочу зож так трудно же это у на вы так прямо сформулировать ну я вас не тороплю выучить итальянцы много итальянцев я в мы в этот раз съездили в италию я понял что я тоже хочу итальянский выучить ну с английским как бы все понятно да меня мой уровень английского устраивает сейчас и вот хочу добавить итальянцы хочу читать так съездить в казань и печатать свои книги в бумажном виде тело добить до кубиков начать обучение на поперечной флейте издать и книгу сказок со своими иллюстрациями босфор переплыть кто переплывал босфор байрон отправить посылку другу в нижний новгород хотела здоровое подтянутые тела научить изучить арома масла наладить питание сбалансированное английские фоновые цели съездить за границу купить квартиру а да нет нет училась на как же так как же дедлайны как же дедлайны основная цель выжить поправить здоровье и зубки фоновая больше скиллов в танцах старителлинг научиться играть на гуслях у круто писать музыку написать все что накопилось отрастить длинные волосы подкачаться так маленькой целью сшила пальто сделать музыкальное сопровождение крилса молчанова вконтакте так вы мне их присылайте ваши ваши музыкальные сопровождения я их я их делал просто я накладывал музыку а потом то нейросеть на которой я в которой я это делал она сломалась хотя ее оплатил там на год вперед и я перестал я сейчас без музыки просто выкладывать так что приз присылайте выложу буду выкладывать хотя нет не надо я сейчас сейчас без музыки мне нравится мне нравится когда просто идет этот самый интершут дети переплыли босфор круто заниматься цигун и дыхательной гимнастике стрельниковая на грамму профайлинг пройти обучение так создать игру ты игру трансформационную видимо игру в декабрю съездить в китае да есть хорошо понятно да понятен принцип но дальше есть один нюанс давайте так я сейчас буду рассказывать давайте будем считать что про вымышленного персонажа если вдруг вы поймете про кого сохраните это секретное знание при себе вот читаю девушки в одной несколько лет назад это была такая прошаренная в общем понимающие знающие что к чему как там специалисты во всем во всем том всем пятом десятом вот и она значит ставит цели и я в конце года читаю значит делает пишет отчет по цели все по науке все по парабеллу куда поставлено 50 целей в конце значит года подводит итог достигнута 24 по моему цели я помню что меньше половины допустим 23 или 24 цель то есть 26 целей не достигнут из года вот из поставленных на год и после этого ой так устала так выгорело все вообще-то самое главное ставлю год оставлю цели на следующий год и опять 50 новых целей то есть ну как бы не проведена работа над ошибками не здесь то есть что произошло до 50 целей поставлены 24 достигнута поставлены 50 новых целей и не проведена работа почему не достигнут эти 26 до они не перенесены на следующий год до не запланирована не как бы не изменена стратегия они остаются и чем они становятся они становятся хвостами то есть если вы ставите какую-то цель и не достигаете ее либо не принимаете решение отказаться от этой цели она превращается в хвост а хвостах мы с вами говорили в прошлом году и помните как в том анекдоте если бы у рыб вместо чешуи было шерсть у нее были бы блоки и все облака вот и все хвоста и пример такого хвоста отрубленного да то есть пример такой цели которая поставлена не была достигнута и я принял решение от этой цели отказаться ну как вы знаете я бегаю и бегаю уже довольно давно 9 лет вот сейчас отведу эфир на улице дождь я все выглядываю может он закончится все таки потому что под дождем прям ну так себе бежать там грязь месить но я все равно побегу и я поставил цель когда начал бегать да я поставил цель пробежать марафон что в общем не очень сложно потому что у меня ежедневная дистанция это почти полу марафон до марафон это 42 километра я бегаю 17 километров людей ну я не все 17 километров бегут я иду там где-то полтора километра иду до парка потом там бегаю посредине дистанции бега у меня есть какая-то часть дистанции которые я иду пешком отдыхаю потом снова бегу и снова там часть дистанции иду пешком это занимает час 40-50 и я пробежал там почти полу марафон там 27 километров была дистанция через неделю через две пробежал еще один пара полу марафон и собственно уже как бы готов бежать марафон закрывать дистанции вот я почувствовал что это телу не надо то есть да с одной стороны зачем ну написать пост я прописать пробежал марафон поставил цель пробежать и всем доказать ну я такой думаю а должен ли я вообще должен ли такой симпатичный котик вообще работает должен ли я вообще кому-то что-то доказывать и решил что ли нет если я чувствую что я не хочу бежать марафон как я и не побегу вот я решил это использовать для сознательного отказа для от поставленной цели то есть я сознательно себя остановил и сказал да ok я бегаю хорошо бегаю много бегаю до марафон не побегу и айронмен не побегу потому что я бегаю не для достижений не для это не спорт это физкультура я бегаю цель моего бега не куда-то прибежать или от кого-то убежать а цель хорошо себя чувствовать и получать удовольствие во время бега поэтому зачем я буду себя убегать убивать до тратить там день на то что но в тратить время что подготовиться пробежать до мучить себя загонять потом отходить от этого всего зачем я бегаю легкой трусцой и получаю удовольствие от этой цели я отказался вопрос были ли у вас цели которые вы ставили и от которых сознательно отказывались ну например например то эту как этот экзамен по английскому языку тоже я в свое время поставил надо сдать все сдают надо тоже сдать а потом так думаю а зачем ну как бы я на работу устраиваться я точно не буду эмигрировать я тоже не собираюсь мне английский нужен писать на английском я не собираюсь английский нужен для того чтобы читать на английском для того чтобы вести переписку на английском для того чтобы слушать подкасты на английском для этого сдавать какие-то экзамены не надо я отказался от этой цели и меня такое такое облегчение от этого всего да я понимаю что да надо можно там потратить пару-тройку месяцев на то чтобы подготовиться пройти какой-то курс специальный а зачем так супер осознала что мои хвосты годами грузит меня потому что я не отказалась осознанно оставила их висеть вот это надо практиковать понимаете да то есть это нужно сознательно делать и практиковать это да вот это наталья не пошла учиться на права хотела потом передумала то же самое вот то же самое я в свое время в юности нежной нас в школе учили работать на тракторах а вот и мы несколько лет там последний там пом 3 что ли года мы изучали эти трактора сдавали экзамены по устройству тракторов правилам дорожного движения там и так далее так далее надо было сдать экзамен чтобы получить права я сказал что ребята если я буду вынужден работать трактористом знаете это будет означать для меня полную полную жизненную неудачу поэтому лучше я пойду и повешусь если я буду вынужден работать на тракторе вот поэтому я не буду сдавать ваши экзамены дурацкий даже я по моему даже сдал его и не пошел получать не пошел получать права да то есть просто отказался от этого так поставить сектор на даче наверное не было переношу на позже снимаю на срочке срочно сознательно отказывалась от нескольких целей так отказывалась от курсов от поездок тексты с текстами такое бывает тоже бывает что какой-то текст не дается никак не дается и бывает так что текст несколько лет пишешь и потом садишься и дописываешь да а бывает так что несколько лет пишешь и потом понимаешь что надо прекратить это и признать текст законченным в незаконченном виде То есть все, оно так и останется. Как Булгаков в записке покойника, на полусловие обороны. То есть незаконченный текст – это тоже способ закончить текст. Или Шостакович, когда писал оперу по игрокам, по-моему, Гоголя, тоже, он на полуноте остановился и сказал, не могу, не идет. Так, помогло осознание отказа после года денег. Сразу отлетело много лжецелей. Хотела научиться кататься на горных лыжах. Приняла решение не вкладываться в этот проект. Хотела заключить. Вот тоже, кстати, тоже защитить кандидатскую. Тоже я пошел этим путем. Начал писать кандидатскую по психологии творчества. Много очень сделал. Больше года работал. Потом в какой-то момент понял, что я в науку не хочу. Не ногой. То есть посмотрел, пошел туда, посмотрел, на людей посмотрел. То есть, если становлюсь кандидатом, дальше начинаю писать научные статьи, начинаю встраиваться в это все. Понял, что нет, не хочу. Остановлюсь на этом и дальше не пойду. Так, жизнь не бесконечна, нельзя объять необъятное. Решила покупать квартиру. Организм упорно сопротивлялся. Потом приняла решение, что мне это не надо. Решила сделать обмен своей однокомнатной и на другую однокомнатную без ипотеки. Так, да, были, слушала свой внутренний голос и отказывалась. Вот сейчас с радостью и облегчением услышала от вас, что так и надо делать. Да, отказалась от изучения французского, не пошла на экзамен по вождению. Так, у меня, если честно, сплошные хохлы, хвосты. Я планирую их обрубать. С вами сейчас осознала. Были, как раз думала про экзамен на английском, но поменялись приоритеты. И в итоге я его забросила. Но хочу вас обновить. Отпустила то, что не дорисовала некоторые нейрографические работы. И не буду их заканчивать, так как запросы уже устарели. Так, хвосты. Нумерология, астрология отказалась. Слишком большой объем и не увидела способностей. Так, отказалась от садоводства. Продала недавно построенную дачу. Отказалась от цели получить права на вождение авто. Отказалась от ненужного обучения. Так, когда учился в университете, не ходил на военную кафедру. Ну и как же вы теперь без тракторов? Да, вот страдаю как-то. Ну, на самом деле, я на тракторе ездил совершенно спокойно. У нас с папой была ферма. Я без прав ездил. От некоторых хвостов так жалко отказываться, да. Жалко, не отказывайтесь. Если не жалко, отказывайтесь. Так, хотела в своей квартире мастерскую. Отказалась. Так, язык итальянский. Я их пощупала, научилась на них читать, понимать на слуху, даже немного понимать текст. Отказалась. Совершенство выучить не могу, тратить время на это. Это да, хвост и тяжкий крест. Хотела фазенду с курочками и коровками. Супер. Так, самое главное, принцип понятен, да. Кандидатская по психологии вам нужна. Вот смотрите, вот идет давление. Ирина такая давит на меня. Она вам нужна. Кто вы такой, пока у вас нет кандидатской? Просто тема должна быть другой. Мотивирующая, неисследовая, зажигающая. Вот придите ко мне на консультацию, мы с вами поговорим. Я задам вам наводящие вопросы. Раскатаем это все дело. Нет, ребят. Психология творчества. Что может быть зажигающего в психологии творчества? Вообще, кому интересна психология творчества? Выгодски же все написал, все закрыл тему. Нет, ребят. Это не так работает. Так, хорошо. Вот смотрите. Хвост. Давайте мы разберемся с вами, что такое вообще хвост. Хвост. Определение из Википедии я вам прочитаю. Это отдел сегментированного тела, располагающийся позади анального отверстия и не содержащий кишечника. Наличие хвоста в смысле принятого определения характерно только для хордовых. То есть мы с вами все хордовые. И в прошлый раз мы с вами позапрошлый раз про жопу говорили. Да, вот в этот раз поговорим о хвостах. Вот зачем нужен хвост? Ну, у хвоста есть прагматика. Например, нужен хвост, чтобы подгонять мух. В свое время проводили такой эксперимент. Даже у нас задача была, загадка была такая. Кто, какая корова больше съест травы? Та, у которой есть хвост, да, свободный, или у которой хвост привязан к ноге. И ответ та, у которой хвост свободен, потому что она хвостом будет отгонять мух. А корова с привязанным хвостом будет мордой отгонять мух и съест травы меньше. Обезьяне хвост нужно, чтобы цепляться за ветки. У рыб хвост это орган движения. У кого-то хвост играет роль для, ну, либо орган опоры, да, либо орган равновесия. А зачем хвост павлину? Или лисе, например, зачем хвост? Ну, хвост нужен для красоты. То есть для чего? Для того, чтобы демонстрировать противоположному полу, что я настолько здоров, что даже при наличии такого огромного хвоста, да, хвост он делает павлина уязвимым для хищников. И лису тоже. Лиса с большим пушистым пушистым пастом, она уязвима для хищников. Он мешает убегать, да. Вот смотри, какой у меня хвост, смотри, какой я сильный, здоровый, с тобой у нас будет отличное потомство. Да, поэтому вывод из этого какой? Если у вас много ресурса, вы можете позволить себе иметь много хвостов или можете позволить себе большой красивый хвост. Если у вас мало ресурса, вы не можете позволить себе иметь много хвостов. То есть если вы, например, находитесь в ситуации перемены жизненной, и у вас все ваши силы уходят на то, чтобы заниматься одной какой-то целью, вы не можете позволить себе иметь много хвостов. Или иметь большой какой-то хвост. В этом случае что делать? Надо этот хвост рубить. И если вам нужен ресурс на что-то, самый простой, самый быстрый способ добыть ресурс, вот мгновенно, да, то есть вы чувствуете, нет ресурсов, вообще просто вы умираете. Быстро, мгновенно, где взять ресурс? Обычно идут за какой-то мотивацией, посмотреть какой-то вебинар, вдохновиться. Нет, обрубите хвост какой-то. Посмотрите, какие у вас есть хвосты, обрубили сразу приток энергии, мгновенный. Да, то есть что мы делаем? Есть какой-то проект, который вы тянете, да, проект, либо закончить, да, вот сесть за вечер за один, доделать его, сдать, спихнуть эту диссертацию и закрыть, да. Либо закрыть, сказать, что все, я закрываю, я не пишу эту диссертацию. Отношения какие-то прекратить, да, то есть если есть кто-то, кто мозг выносит с утра до вечера, не устроить бесконечный срач по этому поводу и войну позиционную, да, а по-тихому прекратить, то есть сделать так, чтобы человек не мог до вас никак достучаться, да, то есть все, остановлено, общение остановлено. Книгу какую-нибудь, либо вот мучил-мучил-мучил-мучил книгу какую-то, понял, что не идет, все, выкиньте ее в чертях, в библиотеку отнесите и сдайте, да, либо дочитайте. То есть большое количество недочитанных книг, есть люди, у которых вот 500 недочитанных книг. Я, бывает, тоже я встраивал, у меня была, к сожалению, такая привычка дочитывать все до конца, да, и очень часто бывает так, что прочитал 20 страниц, уже все понятно, зачем смотреть дальше. Сериал то же самое, да, я очень редко сейчас смотрю сериалы до конца, у меня рекорд 40 секунд, я включил сериал, по первым 40 секундам мне стало все понятно, вот, а очень часто даже и смотреть не надо, я и так знаю, что там будет в этом сериале, да, могу его рассказать вам от начала до конца, каждое действие, каждую сцену, да, значит, ну, зачем мне тратить время на то, чтобы ее смотреть. Очень часто вот начал, посмотрел, на 20 странице понял все, да, еще вперед залезнул, посмотрел, да, убедился, да, так все и есть. Все, можно не тратить время, положить, положить книгу, ну, мы в библиотеку сдаем, огромными сумками относим, не дочитывать дальше. Да, сериал либо досмотреть, либо удалить, все, и не смотреть. Если есть какие-то долги финансовые, я имею в виду, либо выплатить, да, если вы должны, либо сказать, что все, чувак, ну, как бы, нет возможности выплатить, я тебе его не выплачу, что хочешь с этим, то и делай, да, на банкротство подавай. И обратно в вашу сторону, да, то есть, либо стребовать долг, если висит, бывает, мы на ВП об этом говорим, да, висит какой-то долг, кто-то вам должен, много лет должен, и уже понятно, что не выдаст, не вернет эти деньги, да. Все, примите решение, что этого долго нет, все, вы этот долг простили. Можете сообщить это человеку, что все, я тебе этот долг простил, как хочешь, так и живи с этим. И самое главное, не позволить после этого человеку снова в вас надежду заранить, что он этот долг вернет, потому что опять начинает, начнется вынос мозга, да, я верну, обязательно верну, вот в следующем месяце, ради бога, вернешь, 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 нет, это тема вычеркнута. Вот, причем неважно, сообщаете вы должнику об этом или нет, можете и не сообщать, просто очень часто такое сообщение, оно вместо закрытия долга, он его актуализирует, то есть, человек снова вам начинает писать, да, да, я выключу, не надо, чтобы оно силы из меня не тянуло, ожидание того, пока ты этот долг вернешь. Дальше, какое-то неприятное дело, которое давно надо было сделать, какие-то документы получить, да, и постоянно откладывайте, ну, либо сделайте, сходите, либо примите решение, что вы его делать не будете. Дальше, хорошая тема делать пересмотр своего гардероба, да, вот висит какая-то куртка, условно говоря, кожаная куртка, которую там вы носите один день в году, и вот, и причем уже лет пять этот день не наступал, и вот она висит, 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 висит. Вот у меня есть такая кожаная куртка, которая, вот она висит, висит, ну, вот такая нелюбимая кожаная куртка, которую я купил в Лондоне за, там, 150 фунтов. И висит, висит, я говорю, так, стоп, все, давай, говорю, нафиг. И мы избавились, отправили ее, там, родственникам, я купил себе другую, хорошую, да, там, более дорогую, там, хорошие формы, там, и так далее, который меня, там, полностью устраивает, в который я тут же начал ходить, да, то есть, очень часто бывает в гардеробе так, что вы не покупаете себе какую-то вещь из-за того, что у вас уже есть какие-нибудь вот эти уродливые кроссовки, которые вы не надеваете, вот, и они у вас не, из-за того, что вы их не носите, они у вас и не носятся, они так вот, как есть пять лет стоят, они пять лет новые есть, вот, выкиньте их нафиг, или отнесите кому-нибудь, подарите, вот. Вот, вообще, я советую гардероб время от времени пересматривать, и то, что вы больше года не надевали, да, год, сезон, да, полный сезон, если больше года не надевали, значит, вы их не наденете, избавляйтесь от этого, и, и все, и сразу будет хорошо. Дальше, подарок какой-нибудь, вот, если хотели сделать себе подарок, помните, я про часы вам рассказываю, хотелось сделать себе подарок, да, подарок, это что такое, это долг перед самим собой. Вот, вот, закрыть, подарить себе подарок, вот это и есть закрыть, да, этот долг, отрубить этот хвост, ну, либо решить, все, я этого не делаю. Вот, что происходит после этого? Да, понятно ли это? Понятно ли это стратегия рубки хвостов? Если понятно, напишите, что понятно, если есть вопросы, то задайте вопросы. Вот сейчас будем неделю рубить хвосты. Вот всю следующую неделю опыт показывает, что это очень, такая, очень хорошая, да, провести ревизию и обрубить, рубить как можно больше хвостов. Хотя бы по одному хвосту в день. Рубите, вы заметите, как приток энергии появится. Понятно. Теперь дальше, это еще не все. Вот рубите вы эти хвосты, и через какое-то время жизнь становится пустоватой. Вы замечаете, что там вот освободилось время, в котором вы там делали что-то, и вы не знаете, чем это время занять. Важно заменять это время чем-то другим. То есть, например, я в это время всегда занимался английским там, или там итальянским, еще там чем-то, да. И вот сейчас я отказался, например, от английского, да, или отказался от написания кандидатской диссертации. У меня освободился этот час. Что делать? Да, инстинктивное желание вернуть туда в этот час то, чем вы занимались. Да, вернуть туда этот английский. Вот важно вернуть туда то-то другое. Да, то есть, рубим хвосты, жизнь становится пустоватой, да, такой поджарой. И после этого мы потихонечку набираем новые цели. Да, то есть, мы часть целей достигли, отказались от них, да, дальше мы можем новые цели набирать. Да, то есть, мы отказываемся, набираем. Отказываемся, набираем, да, то есть, должно быть такое чередование состояний, как дыхание, да, такой вдох и выдох. Периодичность может быть раз в год, да, может быть чаще, да, то есть, здесь надо смотреть по состоянию. Я думаю, что кто-то, все живут с разной скоростью, да, кому-то там раз в месяц хочется рубить хвосты и многое набирать, кому-то реже. Вот, и в этом случае важно, вы заметите, что вы энергию будете получать и когда рубите хвосты, и тогда, когда набираете новые фоновые цели. То есть, если они правильно выбраны, да, новые фоновые цели, они тоже будут вас воодушевлять. О, хочу вот этим заниматься, классно. Потом, надоело, отказывайтесь от этого вы. И тогда, когда начинаете заниматься, получаете энергию. И тогда, когда отказываетесь, тоже будете получать энергию. Вот домашнее вам задание, рубить всю неделю, рубить по одному хвосту. Все, что я вам сегодня хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы, то задавайте прямо сейчас. Если домашнее, домашка понятна, напишите домашка понятна. Все, кто, еще раз, да, пока вы пишете, да, еще раз напоминаю, что кто хочет изучать сценарное мастерство, то идите к нам. У нас весело. Только вчера, какая сложная, она прикольная, она сложная, да, потому что очень часто мы не видим просто эти хвосты. То есть, если вы их, это именно задача на то, что найти хвосты. Обрубить-то не так сложно, а вот найти, увидеть их, да, то есть мы же не чувствуем. Это как, знаете, как лисы такие с хвостами, да, они в вас вцепляются и вас тащат. Есть хорошее упражнение по этому поводу. У меня было, в то время была просто такая ситуация. Я даже видео записывал на телеканале «Пятница» по этому поводу. Там, правда, забибикали, но оно прикольно было. Когда я шел по городу, и у меня такие вот мысли были, шел на работу. Мы работали тогда, офис был в промзоне, у газеты «Взгляд», значит, иду от метро, и такая, блин, темно, осень какая-то такая, мысли такие, там, надо, я как раз квартиру покупал в ипотеку, там, сложности, так, то, все, пятой, десятой, такие тяжелые мысли. Я все время думал, думал их, и я вдруг представил, что это такие лисы, которые прям почувствовал физически, которые мне в спину вцепились, и хвостами своими по этой грязной земле тащатся. Я остановился, повернулся и сказал «Взглядитикер», и они пошли на голову. И я с таким облегчением пошел дальше. Тоже мысли могут быть таким хвостом, когда вы думаете, думаете о чем-то, думаете, новости смотрите, смотрите, скажите «Взглядитикер». Вот, и все, и вот хвостом своим тоже, заклинание такое, заклинание от Молчанова, вот, нашли хвост, говорите ему «Хвост», и сразу сработает. Так, допустим, есть мечта поехать на Балайкал, есть готовый тур, стоит дорого. За такую же сумму можно пройти курс, который повысит мою квалификацию, как специалиста, душит жаба, потратит деньги на дорогое путешествие. Хотя я понимаю, если я съезжу туда, напитаюсь счастьем, радостью, возможно, это даже важнее профессионального курса. Очень сложный вопрос, это только вы можете решить. Ну, надо, то есть, ну, как бы, это, вот, сейчас вы мне задаете вопрос такой, вырезать аппендицит по фотографиям. То есть, ну, нужно смотреть, нужно, я не знаю, в каком вы состоянии, да, физическом. То есть, может быть, такое состояние, когда поездка гораздо важнее, чем любое профессиональное обучение, да. А с другой стороны, я знаю людей, которые, там, не знаю, вместо того, что надо учиться, надо работать, вместо этого брали кредиты и на кредитные деньги ехали в путешествие. И потом эти кредиты годами вы выплачивали. То есть, надо по ситуации смотреть, так, со стороны мне. И опять же, с другой стороны, а может быть, у вас это уже, там, 50-й курс, и вы тренинговый наркоман, который курсы проходит один за другим, да. И вас надо выдернуть из этой петли бесконечных курсов и отправить отдыхать. Надо смотреть по ситуации. Как понять, что это лишний хвост? Тянет энергию? Ничего не дает, тянет энергию. И что вы увидите, что если вы его отрубите, да, то есть вы, условно говоря, там, хвостом не может быть плата за съемную квартиру, да. Я плачу за съемную квартиру, сколько ж можно, блин, дай-ка я обрублю этот хвост, не буду платить деньги за съемную квартиру. Да, или, не знаю, алименты на ребенка, например. Вот я платил, там, даже не 18 лет, я платил до, по-моему, до 23, что ли, пока университет не закончил. Да, мог бы сказать, что хвост какой-то, дайте-ка я отрублю этот хвост. И не платить. Да, но это не хвост. Да, почему? Почему? Потому что, ну, есть определенные обязательства, которые надо выполнять. Если хочется и колется, из первых трех не получается. Ну, надо тестировать. Если жалко пока рубить хвост. Если не жалко, то это не хвост. Конечно, жалко. И должно быть жалко. Домашка понятно, только теперь надо вспомнить, есть ли у меня хвосты. Ну, вот, если нет, то отлично, супер, тогда набирайте новые цели. О, вот, на самом деле, вот, эмоциональное ощущение – это верный признак. То есть, если от одной мысли про отрубание хвостов настроение поднимается. То есть, если есть, да, все, значит, все правильно вы делаете. То есть, если вы мыслить даже о том, что вы этот хвост отрубите, она у вас сразу, уровень энергии поднимается. Заклинание молчаного очень отвлекает. Вот, используйте. Так, есть. Все, хорошо, друзья мои. На этом сегодня заканчиваем. Вот вам сегодня не 37 минут эфира. Сегодня час, даже раньше чуть-чуть, час двадцать где-то получилось. Все, увидимся в следующий понедельник. Пока-пока. Обнимаю всех. Продолжение следует...